МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь, пожалуйста. Начинаем нашу работу. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену директора Института экологии и природопользования Казанского федерального университета профессора Светлану Юрьевну Селивановскую. Давайте мы ее поприветствуем. Доброе утро! Доброе утро, наши будущие студенты! Спасибо большое, садитесь. Ну а сейчас, ребята, давайте перейдем к той теме, о которой меня попросили с вами говорить. Есть ли у вас в доме мусор? Конечно, этот мусор, слово такое собирательное, образуется в каждом доме. Если мы будем говорить более таким научным языком, это называется не мусор, это называются отходы. Посмотрите, пожалуйста, на эту картиночку. Это вот самые типичные, самые обычные отходы или самый обычный мусор, который образуется в каждой семье. Вот вы можете себе представить, что за год один человек образует мусора или отходов около, даже больше, одной тонны. Представляете, это вот какое количество отходов. Причем это количество мусора будет различаться, например, у нас в Казани, или где-то в сельской местности, у нас в России, или даже, например, у нас в Казани и в таких теплых регионах, как Сочи. Потому что это зависит от того, что мы кушаем, что покупаем. Поэтому отходы будут разные. Что мы делаем с этими отходами, с этим мусором? Мусор, который собирается в каждом доме, его сначала выкидывают, потом его собирают специальные машины-мусоровозы, они его отвозят на мусороперерабатывающий завод, где его перерабатывают в исходное сырье. Молодец! Можно вас уже, наверное, зачислять к нам на первый курс, потому что вы технологию переработки мусора практически всю озвучили. Но я хочу сказать, и мы будем сейчас об этом говорить, что то, что вы озвучили, это самая оптимальная технология, которая как бы не реализуется в настоящее время во всех городах. То есть это так надо, на самом деле это делается, в общем, достаточно редко. Но я сегодня как раз буду говорить о том, как это надо делать. Посмотрите, пожалуйста, вот это вот отходы, как мы сказали, которые образуются, причем, смотрите, это пищевые различные отходы, то, что у вас остается на тарелках. Это обязательно будет бумага, то есть вы пишете какие-то там, что-то у вас не получилось, старые тетрадки вы выкидываете. Это будут металлические или консервные банки. И это обязательно будет большое количество изделий из полиэтилена. И, к сожалению, посмотрите, пожалуйста, мы все это собираем и складываем в один пакет. Такое разное складываем в один пакет. И вот посмотрите, картинка, вот эти вот ужасающие пакеты, которые мы сейчас идем выкидывать. Вот, к сожалению, я сейчас покажу три совершенно ужасающие картиночки. Вы можете видеть, что очень часто вот это вот то, что мы упаковываем в пакеты, все выкидывается, причем вот так безалаберно. Посмотрите, стоят контейнеры, в которые надо это все выкинуть. Почему-то люди все выкидывают рядом. Непонятно почему. Ведь они же живут в этом, вы же живут в этом районе, ходят мимо вот этих вот свалок. Наверное, вы сейчас еще маленькие, но вы чуть-чуть подрастете. И, конечно, мамы будут вам давать пакет. Но, во всяком случае, я своих детей просила и говорила, иди, пожалуйста, вынеси мусор. Конечно, во многих домах есть мусоропроводы. Но часто приходится выносить эти отходы к контейнерам. Пожалуйста, не выкидывайте их рядом. То есть подойдите к контейнеру, сложите в контейнер, потому что это потом все пахнет. Бегают животные, растаскивают по двору и так далее. Еще картиночку. Или вот такой прекрасный лесной массив. Рядом, видимо, есть дача. Вместо того, чтобы увезти мусор в город или сложить контейнер, устраивают вот такие вот свалки. А на самом деле, если вы складываете, как правильно сказал мальчик, весь этот мусор вынесли и положили в контейнеры, из этих контейнеров мусор куда-то должен деваться. Потому что не могут эти контейнеры стоять вечно. Мусор из контейнеров забирают в специальные машины-мусоровозы. Вы их, наверное, видели в городе. Это либо желтые, либо оранжевые такие контейнеры. Они бывают самые разные, причем бывают контейнеры огромные, куда долго-долго складывают мусор. Бывают маленькие контейнеры. Вот такие мусоровозы ездят по городу и каждый день собирают этот мусор. Мусоровозы обычно работают либо рано утром, либо поздно вечером. Потому что, когда большое движение уже на улицах, мусоровозы, они же такие огромные, им трудно и развернуться и так далее. На самом деле, то, что вы их не видите, это не значит, что их нет. Значит, вот эти мусоровозы собирают мусор и увозят на полигоны. К сожалению, как мы уже обсуждали, в большинстве городов это единственная система, когда мусор собирают и увозят на полигоны. Чаще всего полигоны представляют из себя вот такие огромные холмы, в которые сложен мусор. Значит, вот я попыталась нарисовать такую схему, где, посмотрите, пожалуйста, справа написано образование отходов и жирная красная стрелка показывает, что после образования отходы просто помещаются на полигон. На самом деле, это очень неправильный путь, потому что, посмотрите на зеленую стрелочку, да, потому что до полигона отходов должны доходить только та часть отходов, которая уже непригодна ни для чего, потому что из этой массы отходов, которая у вас образуется, можно получить новые товары из пластмассы, новые товары из стекла, можно переработать органично, вот эти пищевые, да, там шкурки от апельсина, еще что-то такое. И только вот уже то, из чего ничего нельзя больше уже сделать, можно отправить на полигон. Следующий, пожалуйста, слайдик. Вот посмотрите, пожалуйста, картинка, из чего состоит тот мусор, который образуется у вас дома. Это пищевые отходы, то есть хлеб, овощи и так далее. Это какие-то тряпки, это различные деревянные частички, то есть карандаши, которые у вас образовались, или какая-то там старая полочка, которая уже не нужна, пластмасса, стекло, металлические изделия, о которых вы говорили. Что нужно сделать для того, чтобы поменьше отходов направлялось на полигон? В некоторых районах Казани есть такие специальные контейнеры, в которые ложат бумагу, в другие контейнеры стекло, а в другой контейнер ложат пластмассу, и вот их относят на завод, и их там сортируют. То есть контейнеры для раздельного складирования мусора. Правильно. Так, еще, пожалуйста, какие у нас есть варианты? Еще можно мусор сжигать, но тогда будет очень сильно пахнуть от этого мусора. Спасибо. И еще можно действовать более мирным способом, как бы не сжигать, и более его перерабатывать из старых вещей. Вот о чем Светлана Юрьевна говорила, да? Спасибо большое. И вот дайте, пожалуйста, еще вот белый туда. Мусор можно сжигать, а чтобы не пахло, на трубы заводов можно ставить специальное очистительное сооружение. Вы абсолютно правы. Что можно делать, чтобы уменьшить количество мусора? Его действительно можно сжигать, и это действительно делают. Но, как правильно сказал молодой человек, мусор можно сжигать для получения тепла, но только на определенных, на специальных заводах. Вот то, что очень часто в садах, вот сейчас наступит весна, и вы увидите, как друзья ваших родителей будут собирать мусор с участка в куче и начнут сжигать. А еще чаще бросают в этот мусор пластиковые бутылки, старые галоши, ну вот какие-то. Вот это делать ни в коем случае нельзя, потому что, если мы сжигаем мусор не на специальных заводах, которые оборудованы, вот эти трубы заводов специальным оборудованием, очистительным, то весь вот этот дым, который будет содержать токсичные, опасные вещества, он будет попадать в атмосферу. Вы сами будете им дышать. Если вы сжигаете бутылки или резину, образуются очень опасные вещества, которые могут вызвать заболевания разные. Ни в коем случае это делать вот так вот, просто на улице нельзя. Нужно этот мусор собрать, рассортировать, и можно сдать специальные пункты. Вот посмотрите, пожалуйста, на картиночке. Вот это вот дома вы можете вот так собирать. Посмотрите, отдельно пластик, отдельно бумагу, отдельно какие-то пищевые отходы. И в этом случае мы можем их сдавать на пункты сборные, после которых они будут перерабатываться. Если мы их уже собрали, значит, мы дальше, они не пойдут на полигон отходов. Правильно? Светлана Юрьевна, а есть в Казани у нас такие сборные пункты? Вот если дети захотят, у нас... У нас в Казани эти сборные пункты есть, в которых принимают бумагу, текстиль, ну, тряпки, да, стекло. Не знаю, принимают ли пластмассы. И могу сказать, что лет пять назад один из таких приемных пунктов был вот в районе улицы Татарстан-Нариманово, туда, к речному порту. Но я думаю, что если вы залезете в интернет, да, и наберете пункты сбора вторичных, вторсырья, город Казань, вам вот эти пункты покажут. Университет собирает и сдает отдельно макулатуру, отдельно стекло, то есть такие пункты, они, конечно, есть. Что хотите сказать, молодой человек? Давайте вот сюда. Вот я хочу дать... Как не надо собирать мусор? Я хочу дать три отрицания. Первое отрицание — это то, что нельзя хранить мусор дома, потому что будет сильно пахнуть, может протекать какие-нибудь консервы, можно засорить всю квартиру, если ты находишься, например, в пятиэтажном доме, и тогда засорить свою жизнь, и тогда будет очень плохо. Второе отрицание — то, что не надо вещи, которые еще можно переработать, отвозить на свалку, потому что, если мы миллионы лет будем так делать и не перерабатывать ничего, то тогда у нас вся планета будет покрыта будет не островами, не водой, а одним мусором. Да, то есть как квартиру за мусорем, так и всю землю за мусорем, да? Третье отрицание — то, что мусор сжигать нельзя, потому что это отразится на нашем здоровье. Светлана Юрьевна, вот еще у нас тут вариант. Вот раз и два еще, пожалуйста, да? Еще мусор можно перерабатывать самостоятельно, например, из оставшихся бутылок можно сделать кормушку для птиц или поилку для животных. Правильно. Вот сюда дайте, Молодомыч. Ну, вот как я считаю, мне очень нравится как бы собирать всякое вторсырье, потому что его можно использовать. То есть это все в пункты сбора, либо если у нас что уж греха таить, это хорошо, когда мы собираем раздельно дома, мы можем в некоторых... Следующий слайдик. В некоторых районах и нашего города стоят вот такие отдельные контейнеры, когда складываются отдельно бутылки, отдельно стекло, бумага, и в этом случае приезжает мусоровоз и отдельно это все забирает. Вообще, на самом деле, в мире существует разная система сбора, да, раздельного. Это вот то, что вы можете сделать увидеть и сделать сами. Иногда, например, делают систему раздельного сбора в магазинах, когда вы вот, например, купили молоко в бутылках, да, молоко выпили, а потом вы идете опять в этот же магазин за молоком, возьмите эти бутылки и верните в магазин, да, как бы обмен. и тогда, и тогда, значит, там эти бутылки помоют, заново простерилизуют стеклянные бутылки. Поэтому очень многие фирмы, например, обратите внимание, стали производить больше соков или воды какой-то газированной в стеклянных бутылках, потому что их можно использовать еще раз и не отсылать, да, на полигон. А вот если сделана алюминиевая банка, да, или какой-то пластиковый пакет, их уже сложнее повторно использовать, их можно только перерабатывать, на это надо какие-то затратить средства. Пожалуйста, следующий слайдик. Вот посмотрите, пожалуйста, вот так собираются на пунктах сбора или вот такие кучи образуются, есть специальные предприятия, да, заводы, которые перерабатывают. Следующий слайдик. Вот так упаковывают, да, посмотрите, пожалуйста, вот полиэтиленовые пакеты, вот так вот собрали, помыли, а это вот бутылки спрессованные, да, вот в таком количестве. Еще следующий слайдик. А вот посмотрите, пожалуйста, это то, что можно из этого произвести, да, карандашницы, стаканчики, и это все можно сделать, если вы бутылки будете собирать отдельно, пакеты отдельно. Ребят, посмотрите, пожалуйста, вы иногда, когда покупаете какие-то пакеты, да, или какие-то тазики, да, мама покупает, или карандашница, можете увидеть вот такие знаки, да, ну, вот оттиски. Это говорит, такие знаки говорят о том, что либо эта продукция получена из бывших отходов, либо то, что эта продукция, ее не надо выкидывать вот в общий мусор, она может быть переработана в такую же продукцию. Мы говорили с вами о том, что можно из стеклянных отходов что-то делать, из пластмассовых, но можно, огромное количество отходов, вы знаете, у вас дома, это пищевые отходы, всякие там морковки, картошечки, хлеб и так далее. А вот эти отходы, и их очень много у вас образуется не только дома, но и на даче, да, то есть вы живете на даче, это летний овощной период, когда вы ягоды едите, там листики падают, а их можно переработать тоже и промышленным способом и на даче в удобрение, которым вы будете в саду добавлять под растения, а в городе, вот вы же знаете, да, у нас в Казани очень много газонов, да, вот эти отходы органические, если вы их соберете отдельно, из них можно сделать почву. Вот посмотрите, пожалуйста, на верхнюю картинку, вот такую картиночку вы, наверное, можете видеть у вас в саду, да, где стоит ящик, и мама скидывает туда траву, которую прополола, суп оставшийся, да, перед тем, как кастрюльку помыть, или вот что-нибудь там хлеб остался, все туда складывается, а потом через год из этого получается такая черная масса, и мама использует как удобрение. Расскажите мне, пожалуйста, у кого есть дачи, и у кого мамы не увозят вот эти вот сорняки, да, или там от малины, да, палки, на помойку, а которые делают вот эти вот компосты, да, компостные кучи? У нас тоже на даче вот есть такие компостные, это называется компост. А кто там на даче у вас этим занимается? Ну, мы всей семьей это делаем. То есть ты тоже помогаешь? Да. Это очень правильно. Это вот как раз мы... Вот бордо микрофон, вот еще девушка в очках. Вот здесь где-то вот еще быть. Хотела ответить. У нас тоже есть такие как бы ямы, не ящики, а ямы бабушки и бабушки с дедушкой. И туда складывают отходы. Это очень правильно, потому что, вы понимаете ведь, да, мы это не выносим на свалку, а мы у себя... Не сжигаем, да? Не сжигаем. Не сжигаем, а у себя перерабатываем, и от этого получаем пользу. Ну, и еще кто-то? Мы живем в собственном доме, и у нас есть компостная яма. Мы туда складываем все. А точно кто складывает? Мама, папа, бабушки? С всей семьей. Ты тоже принимаешь участие? Очень хорошо то, что у вас дома, вот то, о чем мы говорим, как надо делать, что это все реализуется, что это все как раз уже делается. Это говорит о том, что вы и ваши родители очень бережно относитесь к окружающей среде. Почему бережно? Вы не вытаскиваете, то есть можно же было отвезти на помойку и бросить это все. Нет, вы это все делаете дома. И самое главное, что вот очень ребята правильно говорили, что если мы будем перерабатывать отходы дома, мы не будем тратить деньги для того, чтобы это где-то покупать. Молодой человек сказал, сейчас я, наверное, может быть, скажу вам, ребята, вы передайте родителям, что вот эти компостные кучи 4-5 лет хранятся. Предложите вашим папам и мамам сделать две вот этих компостных кучи или две компостных ямы. Да, один год кладете в одну компостную яму, а на следующий год в другую. И тогда через год у вас в каждой яме будет получаться удобрение. Это очень удобно. Это, как это говорят, современная технология, чтобы не 3 года в одной куче, а вот так вот разделить и делать. Ну и последний слайдик, который я хотела бы вам показать. Значит, как мы уже сказали, то, что нельзя переработать, мы отправляем на полигон. Посмотрите, какие ужасные картинки. Причем обратите внимание вот на верхнюю, да? Видите, в снегу. Как вы думаете, что это за холмы? Вы абсолютно правы. Это наш Самосыровский полигон или наша Самосыровская свалка, которую я сама фотографировала зимой. Представляете, это огромные горы, да? Потому что вот здесь, видите, вот черная. Это вот по этой горе дорога, по которой ездит транспорт, вот прямо слева, да? Видите, черная дорога. И вот этот транспорт заезжает. Это гора выше, чем девятиэтажный, выше, чем четырнадцатиэтажный дом. И вот это сейчас хорошо, если это просто хранится. Вот так там наверху работают трактора, да, которые трамбуют эти отходы. А внизу поставлена картиночка. Это не на нашей Самосыровской свалке. Это я картиночку взяла из интернета. Периодически эти свалки, да, горят. И это просто катастрофа. То есть вы представляете, да, маленький костер, который у вас на даче. И то рядом с ним стоять невозможно. А представляете, когда горит огромная свалка. Это вот все люди, которые рядом живут, они все задыхаются. Вот к одной из наиболее значимых проблем, которые угрожают жизни на нашей планете, это экологические проблемы, которые связаны с загрязнением, с замусориванием планеты. И это очень важная проблема, без решения которой человечество на планете развиваться в дальнейшем не сможет. Это то, о чем мы с вами начинали говорить в самом начале лекции. Вот я показывала вам, да, как выглядят полигоны. А на самом деле они могут выглядеть, посмотрите, как красиво, да? Вот кто бы думал, что вот эти зеленые холмы, как вы думаете, это что такое вот эти зеленые? И это полигоны, которые сделаны правильно, а потом на них сеют траву, и получается красивый зеленый холм. И следующий слайдик, завершающий. Вот я очень надеюсь, что хорошо, что вы многие знаете, что надо делать с мусором. Хорошо, что мы поговорили об этом, поэтому вы придете домой и скажете, мам, давайте мы будем все-таки макулатуру собирать отдельно. Давайте мы будем не выкидывать банки, да, а еще раз их использовать. С тем, чтобы все-таки зеленые насаждения, чтобы жизнь, она не остановилась из-за того, что мы замусорили планету. А давайте мы сейчас поблагодарим Светлану Юрьевну за замечательную лекцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова